Большая победа одного маленького двора. На протяжении нескольких месяцев жители двух домов боролись с чиновниками, застройщиками за этот маленький кусочек земли, на котором регионстрой планировал возвести десятиэтажное здание. Говорить про абсурдность этого решения мы даже не будем, потому что видно между домами было бы расстояние всего метров 15. Кроме того, когда люди сюда заселялись, им обещали зеленую зону, детскую площадку, парковку, в итоге жители чуть не получили новых соседей в неприятной близости. Гущино 150 дробь 18. Адрес дома, который даже не существуя, навел столько шума. За три месяца борьбы жители успели провести митинг, независимую экспертизу, которая выявила множество нарушений. Собрали подписи, добились встречи с чиновниками, застройщиком и даже закидали яйцами рабочих. По крайней мере, об этом сообщил сам регионстрой. Они ведут себя очень нагло, чувствуют себя хозяинами. Обманули жителей дома. Мы ноль. Мы маленький-маленький ноль. Мы для, по сравнению с вами. Эмоции контролировать нужно свои, предлагаю. Мы же как бы конструктивно общаемся. У нас ситуация критична. То есть, если здесь пойдет кран, кран планируют, чтобы ходил именно здесь. Кран падает не по проекту. Здесь я не знаю, как мы будем жить. Мы будем стоять здесь. То есть, два дома готовы выйти, не давать строительству. В итоге, Комитет по архитектуре, строительству и развитию города отменил приказ о выдаче разрешения на строительство дома. К слову, ранее он его и выдал. Основанием для отзыва стало предписание Краевой градостроительной инспекции, которое было выдано больше месяца назад. При этом, еще неделю назад в телефонном разговоре представитель регионстроя с полной уверенностью сообщил нам, что с 17 июня начнутся строительные работы. Конечно, у людей еще есть опасения, что через несколько месяцев застройщик попытается вернуться на этот объект и начать работы. Но, как нам кажется, уже и застройщик, и чиновники давно все поняли о настойчивости местных жителей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.